Оказалось, что не так много центров было в нашей стране в исследовании РЕВЛ. О нем сегодня уже Любовь Юрьевна сказала несколько слов, я в некоторых вещах повторюсь. Это исследование проходило 8 лет назад. Набор больных был в 2012 году. Тогда еще у нас не было такой опции, как иммунотерапия. У нас был стандартный платиновый дуплет в первой линии и последующая возможность применения антиангерогенной терапии в виде биоцидумаба. И последующая была опция как монотерапия другими препаратами, статетиками. Нам посчастливилось участвовать. Изучался препарат Рамоцидумаб в сочетании с Докситакселом. Сейчас эта опция уже у нас есть в клинических рекомендациях, и мы можем ее использовать. Поэтому, в общем-то, это исследование, которое было 8 лет назад, оно стало весьма актуальным. И вот я поделюсь нашим опытом. У нас было 10 пациентов в этом исследовании. 5 из них получало препарат, 5 получало плацебо в сочетании с Докситакселом. И представлен опыт одного пациента, который, может быть, в каком-то мере является типичным для назначения именно такой комбинации. Это у нас был мужчина, 52 лет, курильщик с сопутствующим заболеванием, Аденокарцинома легкого, с опухолью верхней долей правой легкого, с поражением лимфоузлов средостения, метастазом на почте, то есть 4 стадия Т2М3М1. Ну и на тот момент мы уже определяли определенные траверные мутации. У него были все отрицательные. И, соответственно, вот его рентгеновская картина. Как вы видите, это массивный опухоль, который даже имеет небольшой распад в середине. И, соответственно, после стандартной первой линии, которую он получал от позиций с платим, проведено было в течение двух месяцев три цикла. И уже на протяжении первой оценки мы увидели у него прогрессирование в виде появления новых мелких очагов легких и увеличения измеримого очага на 30%. Ну и, соответственно, стал вопрос о следующей линии. И он был включен у нас в исследование REVEL. Еще раз напомню критерии. И, как видите, это все гистологические типы прогрессированы на платиновом дублете. И была разрешена предшествующая терапия Белозлуманом. Основной критерией была, конечно, общая выживаемость. Но также определялись и второстепенные критерии. Это выживаемость без прогрессированных заболеваний, частота объективного ответа, частота контроля, безопасность и качество жизни. Ну и хочется сказать, что действительно это было очень большое исследование. В скрининге было 1825 пациентов. Из них 1253 было включено. Больше, чем 620 пациентов в каждой группе. Действительно очень высокая. Даже для третьей фазы это очень большое исследование. И проводилась терапия либо доцитаксол плюс рамотурма, либо доцитаксол плюс плацебо до прогрессии заболеваний. Соответственно, наш пациент получил 5 курсов такой терапии. У него не отмечалось каких-то серьезных нежелательных явлений. И, соответственно, мы отметили у него частичный ответ уменьшения на 33% максимально. Но, к сожалению, конечно, через 5 циклов тоже у пациента случилось прогрессирование. Видели опять новые очаги мелких лёгких. Увеличилась внутригородная аденопатия. И он уже был после этого перевезен на другую терапию. Ну, а на данный момент тот частичный ответ, который был у этого пациента, видите, сверху и снизу, так сказать, в сравнении показаны компьютерные томограммы. И мы видим уменьшение очага верхней доли, которая, в общем-то, сопровождалась значительным улучшением его состояния. Но если мы вернемся к исследованию REVEL, то вы видите в этой диаграмме, какой был частот объективного ответа. В общей группе, где были оба гистологических типа, мы отмечали уменьшение почти в два раза, видите, с 23% в группе рамоцирумаба и только 13,6% в группе плацебо. Ну, и, соответственно, более выраженный как раз ответ был при плоскоперечном раке. Видите, там преимущество оказалось почти в три раза. То есть их лучше по объективному ответу. 26,8% в группе рамоцирумаба – это только 10,5% в группе плацебо. Ну, и выживаемость при спрогрессии тоже оказалась статистически достоверна. Мы имеем плюс полтора месяца в обоих группах. И четыре с половиной против трех месяцев. И если оценить это выживание и спрогрессирование по подгруппам при неплоскоперечном и плоскоперечном раке, то оказалось достоверным отличие в обоих группах. Несколько больше даже разницы оказалось при плоскоперечном раке. Хотя сроки выживаемости были короче, но все равно мы видим полтора месяца преимущества при плоскоперечном раке и 2,9 месяцев при неплоскоперечном раке. Тем не менее, кривые разошлись достаточно быстро уже в первых циклах. И это показало лучшую выжимание без прогрессии при применении рамо Царума. Если смотреть по подгруппам, по полу, по расе, по возрасту, по состоянию ЭКОГа, по отношению к уринджин, то практически во всех подгруппах было получено преимущество, за исключением от группы возрастной. То есть у пациентов старше 70 лет у них не оказалось выраженного достоверного преимущества. То есть такая методика применения двух препаратов химиотерапии и энциногенотерапии на лице все-таки должна быть более молодых, чем менее чем 70 лет. Также был проведен поданализ по другим показателям, таким как время после предшествующей терапии, максимальный эффект платинового дуплета, который был в первой линии, наличие предшествующей терапии токсаном или диоксизумабом, наличие поддерживающей терапии, которая на карцином проводилась, в зависимости от пускокличных и непускокличных тип статуса GFR. То здесь мы увидим, что самая большая разница оказалась именно по времени прошедшей после предшествующей терапии. Именно, так сказать, у пациентов, которые теперь более агрессивные, у них время от первой линии до прогрессии составляло менее 9 месяцев, у них оказался наивыраженный эффект. Видите, так сказать, мы видим разницу в соотношении рисков 0,90 и 0,65, то есть, в общем-то, значительно выраженный в пользу именно агрессивно текущих опухолей. Ну, статус GFR в то время у нас определялся, как видите, еще не у всех далеко пациентов, так сказать, он был у 400 пациентов в каждой группе не определен, поэтому, в общем-то, делать какие-то комплектные выводы невозможно, поэтому, в общем-то, это напомню еще раз исследование 2012 года, 8 лет назад. Что касается безопасности, то одновременно, так сказать, в обоих группах были выявлены практически у большинства пациентов различные виды токсичности, но процент именно пациентов с наиболее тяжелыми оказался примерно одинаковый. Вы видите, 79% в группе рамоцеруманов с доцитоксел и 71% в группе пациентов с доцитоксел. В то же время нежелательные явления, которые потребовали госпитализации, они даже были где-то около 40% в каждой подгруппе, и, в общем-то, так сказать, если говорить о тех осложнениях, то они были типичны именно для доцитоксела генетологически токсичны, ну и, конечно, так сказать, были такие характерные токсичности для антиангиогенотерапии, это повышение давления, эндокровокалкини и протеинурии. Что касается, если вернемся к нашему пациенту, то после прогрессии, после пяти курсов он у нас получал в монотерапии генцитабин, опять-таки, к сожалению, не очень долго, он тоже спрогрессировал. Объективным ответом в данной ситуации была стабилизация, но после трех курсов у пациента, по пациенту, опять, так сказать, нарос размер образования и наросли мелкие образования в легких. Видите, так сказать, села картина исходная. После, так сказать, окончания лечения справа уже, так сказать, прогрессирование на фоне дальнейшего, так сказать, течения заболевания. В принципе, если посмотреть данные исследования, опять, по последующему лечению, то также большинство пациентов получили последующую монотерапию. То есть, они, как правило, получали либо ингибиторатаранцинкеназа, либо цитостатистки иммунотерапии. Это генцитабин, минеральгин, генцитабин, 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 таксаны. У некоторых пациентов, видите, в процессе лечения все-таки удалось найти какие-то драйверные мутации. Какие пациенты получили, вот видите, по 6 пациентов в каждой группе получили ингибитор АЛК. Часть пациентов, около 100 в каждой группе, получили последующую лучевую терапию, так сказать. Ну, а в целом, если посмотреть, то, конечно, не все пациенты получили третью линию, а только половину от общей группы, видите, около 300 пациентов с 628 или 625 метров, получили последующие виды лечения. Ну, и если посмотреть диаграмму, так сказать, лечения нашего пациента, который достаточно быстро спрогрессировал на 1 июне, видите, так сказать, перецикла 2 месяца, потом в течение месяца был скрининг для отключения и исследования. И на нашем системе у него оказалось 5 месяцев терапии с частичным ответом. То есть, в общем-то, это оказалось наиболее длительным лечением из всех этапов, которые у него были. То есть, в общем-то, конечно, пациент в целом был с весьма агрессивным течением, и об этом говорит как раз тот небольшой срок выживаемости, который был у него отмечен. Ну и, соответственно, был проведен в этом исследовании ревел анализ именно у пациентов с агрессивным течением. То есть, это именно те пациенты, у которых была либо первичная резистентность, либо они прогрессировали очень быстро после окончания первой линии терапии. И, соответственно, здесь представлены характеристики этих пациентов. Там большинство из них было мужчин, большинство из них было, так сказать, меньше 65 лет. Преобладала аденокарцинома. В целом, в этом исследовании преобладала аденокарцинома, поскольку, в общем-то, оно делается в основном в Европе и Америке, да, то, соответственно, там, конечно, плоскохлечного рака значительно меньше, поэтому и в эти 1200 пациентов преобладала аденокарцинома. У части больных было предшествующая терапия либо токсаном, либо белосозумабом, но это тоже не оказало большое значение. Ну, и, как видите, как я уже сказал, большинство из них, которые прогрессировали меньше, чем 9 месяцев. Ну, если посмотреть общую выжимаюсть у этих пациентов с агрессивным течением, следует отметить, что она в целом была значительно ниже, да, чем в общей группе. Как видите, максимально, так сказать, в группе рамоцерумаба она оказалась 8,3 месяца для она, а в группе плацебо вообще 6,3 месяца. Тем не менее, все-таки добавление рамоцерумаба дало нам выигрыш в 2 месяца, в общем-то. И для этих пациентов это, в общем-то, ну, достоверные различия и тоже, в общем-то, значимая величина. Ну, а что касается выжимаемости без прогрессирования, то, как видите, вот эти же полтора месяца, которые мы имели в общей группе, вот эти полтора месяца мы тоже имеем в группе, которые у нас отмечены с агрессивным течением заболевания. Ну, и частота объективного ответа, опять-таки, тоже значительно отличалась в лучшую сторону у пациентов, которые получали рамоцерумаб. Видите, 76, почти 77 процентов преимущество оказалось по частоте объективного ответа и почти 24 процента по частоте контроля заболевания. Вот поэтому, в общем-то, это исследование РЭБЛ показало действительно статистическое достоверное улучшение применение рамоцерумаб в сочетании с 25 процентов в качестве второй линии. И, в общем-то, на основании этого эта схема была зарегистрирована. Ну, и в заключении я хотел бы показать еще данные еще одного исследования. Это уже данные реальной клинической практики, немецкое наблюдательное исследование. И отличие его основное в том, что в этом уже исследовании уже применялись методы лечения, которые у нас являются стандартными на сегодняшний день, а именно иммунохимиотерапии. Здесь применялось в качестве третьей линии терапии после платинового деклета иммунотерапии. В третьей линии назначалась у нас комбинация доцитоксела плюс рамоцерумаб. Ну, и здесь, в общем-то, цифры, которые мы можем продемонстрировать, они уже отличаются в лучшую сторону даже от исследований ревелок. Потому что многие могут сказать, что, да, это статистически достоверное улучшение на полтора-два месяца, но это все равно очень мало для наших пациентов. То в данной ситуации уже для пациентов, которые получили иммунотерапию, видите, общая выживаемость у нас составила уже 29 месяцев. То есть, в общем-то, это цифра, которая, в общем-то, так немножко даже удивляет и очень радует, да, потому что 11 месяцев пациенты находились именно вот на третьей линии. То есть, это комбинация доцитоксела плюс рамоцерумаба и общей выживаемости составила 29 месяцев. И действительно, такие цифры, наверное, можно объяснить тем, что применение иммунотерапии в предыдущей линии улучшает ответ на лечение и цитостатиками, и цитостатиками сочетания с антогенной терапией. То есть, в общем-то, мы видим, что именно такая методика применения в первой или второй линии либо одновременной иммунохимиотерапии с последующим переходом на адокситокселопус рамоцерумаб, либо применение последовательной платиновой и затем иммунотерапии уже в третьей линии адокситокселопус рамоцерумаб имеет очень хорошие перспективы. Я надеюсь, что мы тоже в ближайшее время такой опыт получим. Сейчас уже, так сказать, войны начинают учиться по этой системе. То есть, третья линия одновременной терапии после иммунохимиотерапии. Мне кажется, это очень перспективно. Поэтому я хотел бы в заключении сказать, что действительно комбинация рамоцерумаба и адокситоксела в исследовании показала свою эффективность. Особенно она была эффективна именно при плоскоклеточном раке и при агрессивном течении заболевания. Процент серьезных нежелательных явлений был сопоставлен со стандартной терапией адокситокселопус. И вот именно та перспектива, которая, мне кажется, наиболее интересна, это применение на сегодняшний день этой схеме уже в качестве, так сказать, третьей линии после использования иммунохимиотерапии. Поэтому я думаю, что вот эта перспектива, которая теперь у нас появилась, которая, так сказать, нам дает возможность увеличить лечебные овости, очень будет нам интересно. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.